Неловкий вопрос также относится к сфере злонамеренных полемических уловок. В этом случае оппонента неожиданно спрашивают о чем-то сугубо личном, не имеющем отношения к дискуссии, но ставящим спрошенного в неловкое положение. К примеру, если оппонент женщина, задается вопрос, вы утомились или просто не успели накраситься. А мужчины могут заметить, вы во всем ищете подвоха, своей жене вы относитесь к таким же недовериям? Нередко такой вопрос может быть двусмысленным или составным и всегда находится на грани перехода на личность, ничего при этом не утверждая, ведь это всего лишь вопрос. Именно к этой тактике прибегает лукавый, спрашивая с намеком на обман, подлинно ли сказал Бог Бытие 3.1 или разве даром богобоязнен Иова 1.9? Весьма распространенным примером неловкого вопроса является такой, вы уверены, что разбираетесь в обсуждаемой теме лучше других? В более грубой форме, ты что, самый умный? Отвечать на подобные хамские заявления бессмысленно. Как правило, их нужно просто игнорировать. Но можно выбрать и более агрессивную ответную тактику. Естественно, уподобляться оппоненту в грязных методах ведения дискуссии не стоит ни в коем случае. Но можно заинтересованно спросить, повторите, пожалуйста, свой вопрос. С одной стороны, это продемонстрирует, что вас не удалось смутить. С другой, может смутить самого собеседника, заставляя тем самым признать, что это была умышленная уловка, а не случайная обмолвка. А можно еще и приспроситься, не могли бы вы, пожалуйста, уточнить, что именно вы имеете в виду? Разъяснение неизбежно будет представлено в утвердительной, а не в вопросительной форме и потому станет уязвима для конструктивной критики.